здравствуйте здравствуйте уважаемые друзья мы проводим сегодня очередной наш прямой эфир на канале subi news с вами василий миколенко и наш мой уважаемый собеседник это капитан первого ранга ранга в м сша в отставке гарри юрий табах здравствуйте гарри доброго вам здоровья здравия желаю всем уважаемые друзья пожалуйста напишите в чате трансляции все ли видно все ли слышно как звук как видео ну и как запах можете написать это шутка конечно и мы сегодня будем говорить о запахе которые исходят из стен кремля и конечно же эта тема основной нашей программы какой там сегодня запах свежий или уже не очень дело в том что есть такая информация это конечно все на уровне слухов но тем не менее конечно это вызывает большой интерес у вас друзья и мы хотели бы наверное это с мистером табахом сегодня обсудить дело в том что на сайте обманутый россиянин появилась интересная информация которая на уровне слуха естественно говорит о какой-то страшной скоропостижной болезни путина что к нему приехали врачи из израиля для операции что непонятно чем это все закончится и именно с этим была и связана вся вот это вот опять же скоропостижная реформа и именно с этим все эти изменения последнего власти отставки назначения чехарда вот это все срочное переписывание конституции и все такое прочее гарри во первых как вы относитесь к слухам это раз и во если по вашему мнению основания под этими всеми выдумками или может быть это частично правда ну а затем мы все-таки более реальной версии рассмотрим пожалуйста но я не человек слухов вообще я даже разведки не доверяю часто потому что они тоже все время гадают что-то придумывают но а путине это уже не первый раз когда говорят что он сильно больной то у него рак спины то у него рак мозга то у него еще я думаю это такое люди желают ему так много добра что они все время мечтают что он умрет в муках долго и мучительной и в общем это такой человеческий фактор когда мы кого-то не любим мы им желаем плохо и знаешь я помню в москве я как раз был на эхом на эхо москвы и что-то случилось на улице я выглянул в окно и народ собрался и у народа просто праздник люди прыгают хлопают вадоши а что случилось случилась одна блондинка на феррари врезалась в гаишную машину со всей скорости в общем и и на носилках и большого гаишника на носилках несли скорую помощь народу было очень приятно и они просто вот праздник был на улице такой поэтому люди хотят чтобы тоже вот с путином тоже у него был какой-нибудь рак или еще что-то такое но а по большому счету какая в принципе разница ты василь думаешь что что-то там изменится или что-то изменится с этой конституции или перестановки в этом борделе коек с одно с одного места на другое я не думаю что что-то изменится но веками ничего не изменилось если что-то куда-то как-то из на один шаг как кто-то выходит из этого строя то паками обратно загоняют туда же знаешь и ведь путин это же не человек это в голове и сталин в голове сталин там еще до сих пор живет поэтому если даже путина не будет путин все равно все равно будет он все равно там будет и никуда люди там не денутся ты знаешь это такой старый анекдот эмигрантский такой когда в аду чан там чан значит с с евреями другой чан с христианами а третий чан с русскими с коммунистами там и вот там чан где евреи там много чертей стоит и бьет их по головам чтобы они не вылезали там где остальные люди христиане там парочку этих чертей стоит а там где русские там ни одного черта не спрашиваются почему будет потому что если один еврей вылезет он за всех потянет за собой надо за ними очень сильно следить чтобы ни один не высунулся там где христиане все время пытаются сбежать куда-то один и надо бросать обратно а у русских не надо следить потому что если один вылезет то все остальные его будут тянуть обратно назад поэтому там ничего не изменится они все равно я вижу что это будет там тысячи лет так поэтому путин это просто один из царей который пришел чего-то натворил кого-то захватил кого-то расстрелял кого-то обокрал не все гарри как вы думаете почему в этих в этой вброшенной информации вот именно говорится о том что десяток или два именно из израиля врачи приехали и готовят то ли в сочи то ли в москве операцию для этого неординарного человека как вы считаете гарри почему здесь и фигурирует именно вот это вот благословенная земля и и прекрасный это поклонник полковник путин поклонник израильской медицины или в чем проблема ну тут два варианта значит один это антисемитский что в конце концов когда путина не будет вот кто спасет кремлевскую власть или наоборот ну да значит да и значит все грехи же надо будет списывать ну там понятно и горбачёв был еврей там и и брежнев и хрущев и сталин сразу приходит на ум дело врачах убийцах ну да если когда когда я рос в советской школе и там меня били не дай бог если бы я сказал зал там что ленин имеет еврейскую какую-то кровь там у прадед был выкрест и он как раз был сейчас был страшным антисемитом то меня набили морду сразу как ленин на русский чисто русский попробуй ты сказал потом когда произошел весь этот развал советского союза нашли что оказываю а убили ленина евреи каплан а когда значит развалился советский союз то выяснилось что оказывается ленин был еврей вот я никогда не могу вот мне обидно из-за этого потому что я никогда не могу оказаться на правильной стороне все время как-то на вражеской на плохой стороне поэтому и путин будет тоже евреем когда его не будет найдут фотографии найдут что это все был заговор люди будут об этом говорить говорить и конечно спасаются еврейские врачи потому что с другой стороны если это правда то конечно медицина в Израиле поставлена на огромной огромной высоте это одна из самых прогрессивных медицины врачи там очень талантливы и очень много современных лекарств и технологий медицинских выходят из Израиля там даже есть такое понятие как медицинский туризм сегодня хотят и в Украине сделать кстати поэтому это другая сторона что да если приедут какие-то специалисты то я не удивлюсь это будет не потому что они хотят спасти или убить Путина это потому что есть врачебная этика и она тоже очень-очень высокая в Израиле поэтому если любого человека сядут в какую-нибудь африканскую страну спасти какого-то людоеда там то они поедут и будут это призвание любого врача знаешь есть такая тоже опять же мне напоминает этот анекдот когда говорят женщина умирала все возили ее по всем врачам ничего не помогало но в конце концов родственники увезли ее в Израиле ее там вылечили поселили в гостиницу в гостиницу хорошую еда очень качественная солнце на море она выходит ее лечит и она выздоравливает и говорит ну как тебе нравится прекрасно прекрасная медицина прекрасная страна жалко только то что она евреям досталась а так все хорошо поэтому это тоже такой вопрос почему с Израилем врачи вот я считаю что есть две версии Гарри я попрошу сейчас буквально одну секундочку давайте перезвонимся потому что у вас лагает интернет если у вас какая-то программа есть трафик то вы за эти две секунды пожалуйста ее остановите и я сейчас вас наберу снова если можно что я не понял что это надо мне сделать перенабираемся перенабираемся да друзья небольшие проблемы с интернетом я думаю что это со стороны того места где находится Гарри Табах но ничего мы сейчас перенаберемся и посмотрим будет ли связь у нас лучше и конечно же мы безусловно безусловно продолжим я уверен что сейчас у нас связь установится на более высоком уровне и мы мы продолжаем Гарри здравствуйте видите меня вы слышите я слышу тебя прекрасно и вижу тебя прекрасно так к сожалению я вас не очень но ничего мы попробуем продолжить передачу я думаю что есть надежда что интернет наладится Гарри как вы думаете вот эта информация которую мы в начале программы с вами сейчас обсуждаем имеет ли она какие-то кремлевские корни высказывается версии что может быть таким образом кремль и те головастики которые там сидят хотят посмотреть на тех крысок которые будут разбегаться паниковать предпринимать какие-то шаги соответствует ли это действительности как вы думаете хотят ли таким образом ребята кириенко проверить на задок окружающую кремль публику я не я не экспорт ну я не ну в этих теориях за город ты знаешь я не очень я вот у нас никак мы тут разбираемся со своим импичментом сегодня трауру всех демократов ну во первых февраль а это значит високосный год это значит трамп теперь будет еще президентом на один день дольше ну тоже идут разные конспирологические заговоры разные все такое но исторически если посмотреть да это возможности этого есть почему потому что ты помнишь когда сталин вышел и сказал я уже стар я должен идти на покой надо чтобы меня кто-то заменил давайте проголосуем чтобы меня отправили на покой и назначили кого-то другого представляете что обмороков там было в зале особенно в политбюро конечно все заорали нет товарищ сталин вы куда без вас никуда все пропадет и он так стоял на всех смотрел садам гусейн делал то же самое он вот так вот проверял давайте все отправим меня на покой я уже я все сделал для страны что мог давайте и смотрели кто кто за это значит поддержит его идею такую гениальную ну и думаю эти люди недолго жили те которые даже люди боялись думать об этом путин сегодня современный сталин современные современных дней сталин садам кусейн кто угодно один из этих людоедов который да наверное своими кгбшными мозгами он может быть и проделывает такие как говорится проверяет навшивость Василий как меня слышно да да все 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 улучшилось мы продолжаем программу особых проблем нет все нормально и вы упомянули о том гарри что даже что бы там ни случилось с путиным на ваш взгляд ничего не изменится но в любом случае наверное нужно что то изменится что то изменится конечно что то изменится но там вариантов миллион один из вариантов конечно страна начнет разваливаться империя продолжит раз свой развал начнутся между усобицы губернаторы все эти кто начнет делить пугать это самое большое преступление которое путин совершил это против российского народа это то что он избавился от всех демократических институтов он избавился от василия он избавился от таких как ты знаешь многих людей от многих демократических институтов от всех в реальности он избавился поэтому когда его не будет как перехода власти нет нет схемы передачи власти поэтому может быть он преемника какого-нибудь и назначит а может нет вариантов очень много от того что начнется огромная гражданская война До того, что придет еще один, который хуже Который еще крепче закрутит всем винты И все, в принципе, крепостное право будет уже такое официальное И, Гарри, если бы вы были Кстати, перед тем, как задать свой следующий очередной вопрос Я хотел бы, чтобы вы, уважаемые зрители, не забывали Что именно для того, как вы здесь и присутствуете Чтобы задавать свои вопросы Мы постараемся задать максимум из них для Гарри и Юрия Но, естественно, наверное, не на все хватит времени В любом случае, вопросы заданы по первой ссылке в описании С помощью канала будут заданы для Гарри в обязательном порядке Извините меня за это, остальные участники, если кто не успеет Но я задаю следующий вопрос И все-таки, Гарри, по поводу перемен после смерти, возможно, и Путина Как вы считаете? Вот, например, если бы вы были влиятельным лидером какой-нибудь оппозиционной силы в Российской Федерации Что бы вы лично задумывались над этим? Что бы вы лично предприняли для того, чтобы изменить не просто следующего человека после Путина А ментальность российского населения, народов, населяющих эту, извините за выражение, федерацию? Что бы вы... Ну, потому что это не федерация Не к столу будет сказано Не к столу будет сказано Нет, федерация хорошее слово Федеративное устройство, это, наверное, один из ракетных двигателей экономики США И благополучие, демократия Но не применительно к Российской Федерации, извините за выражение, можно применять это слово И я хотел бы вас спросить... Просто букву П, просто букву П можешь поменять на букву... Мы вежливые люди Просто букву П, только не зеленые Можно, можно Наши зрители это могут сделать по желанию Гарри, задумывались ли вы над тем, как бы вы поступили на месте тех людей, которые, возможно, даже изначально с демократическими побуждениями придут к власти в разваливающейся послепутинской России Но, безусловно, как многие отмечают, наверное, все вернется на круги своя Потому что это какое-то сансаровое колесо Это какой-то замкнутый круг Что нужно сделать, чтобы изменить ментальное сознание людей Чтобы им не хотелось больше оккупировать чужие территории, убивать соседей и так далее Потому что, ну, понимаем мы, не от Путина в основном это все исходит частично, да Но в основном нет В основном это исходит от желания самих людей строить империю, держать соседей И свои же подчиненные народы в страхе Россиянам этого хочется, к сожалению, в большинстве своем Мы не будем закрывать глаза на правду Что нужно сделать, Юрий? Ваши рецепты? Ну, тут два вопроса ты не знал Первый вопрос Я никогда не задумался, что бы я сделал, если бы я возглавлял какую-то оппозиционную партию или движение в России Мне это даже в голову никогда не приходило Но отвечу, наверное, таким, знаешь, когда говорят надо валить, то оптимисты говорят куда, а реалисты говорят кого Поэтому я бы, наверное, был оптимистом и свалил бы просто оттуда Почему я это говорю? Потому что я знаю несколько людей, которые были активны и участвовали в оппозиции в России И они свалили Кстати, некоторых из них, они здесь, даже большинство из них здесь, в Украине Продолжают свою борьбу против путинистов, против кадыровцев, против вот этой, как я называю, КГБшной своры Что нужно сделать? Очень просто, это было проделано Даже не надо ничего нового придумывать Все уже давным-давно придумано Нужен Нуренбергский процесс Нужен Нуренбергский процесс в первую очередь над Коммунистической партией Нужен Нуренбергский процесс над, мы его назовем другой, допустим Назовем, что мы там все время бомбим? Воронежский процесс Нужен Воронежский процесс над Сталином в первую очередь Нужен вот этот Воронежский процесс будет и над Путиным И, конечно, нужно будет, чтобы народ ответил коллективно, как немцы. Не все же немцы были фашисты, нацисты, эсэсовцы и гестаповцы. Большинство немцев были простые, интеллигентные, аккуратные, трудолюбивые люди, хорошие солдаты. Вермахт имел. Да, но они всегда все равно ответили коллективно. Была такое понятие, как коллективная ответственность. И вот когда Россия станет цивилизованной страной, она проведет такой воронежский процесс над всем, кто измывался и захватывал чужие земли. Извиниться, как Германия это сделала, перед многими. Ведь Германия не одна была. Там были у нее много союзников. И та же Болгария. Хотя Болгария была одна из... Да, но, допустим, Болгария. В чем Болгария отличается для меня? Болгария ни одного еврея не сдала. Ни один еврей не погиб от рук фашизма или нацизма в Болгарии. Они всех спасли. А все равно ответили, потому что были союзниками Германии. Все равно ответили за преступления Германии. Но Германия взяла на себя всю ответственность. Австрия вообще, как пострадавшая сторона, участвовала, что ее захватила Германия. Хотя большинство эсэсовцев были австрийцы. Да и сам Гитлер был австрийец. Но немцы взяли эту ответственность на себя и ответили. Коллективно ответили. И провели Нуренбергский процесс. Поэтому это прогрессивная страна. Поэтому у них началась новая жизнь. Да, это не та Германия. Частью они заплатили, что этих немцев, этой Германии нет. Это совершенно уже другая страна. И вот когда в России это случится, если это когда-нибудь случится, то это уже будет другая Россия. Это будут уже другие русские. Это будет совершенно все по-другому. Но когда это случится, я предсказать не могу. Уважаемые зрители, нас смотрит хорошее, крепкое количество людей. Но, к сожалению, я вижу отношение к тому, что вы слышите, выразили на порядке в разы меньше. И я вас спрошу, если вам не сложно, все-таки поставьте отметку нравится или нет о том, что говорит Юрий. И, конечно, вы этим поможете увидеть другим людям нашу трансляцию. Пожалуйста, если не трудно, то не ленитесь. И как вы думаете... Скажите, пожалуйста, Гарри, вы упомянули такие словосочетания, где-то сравнивая солдат СС и солдат НКВД. И в этом отношении мы, например, сегодня... Это не солдаты. Ну, не важно. В этом отношении мы сегодня... Но для меня, Василь, для меня извини, это для меня важно. Солдаты – это солдаты. НКВДшники, ССовцы – это бандиты. Хорошо, хорошо. Служащих войск НКВД и служащих войск СС. Хотя служба это тоже назвать сложно. Мы сегодня писали передачу с Айдером Муждабаевым. Она, друзья, будет скоро в эфире. Следите за Твиттером и Фейсбук Субиньюз. Там будут анонсы, когда именно... Я хотел бы, конечно, задать вам вопрос по теме, которую мы обсуждали с Айдером. Дело в том, что он сказал, на мой взгляд, правильную вещь, что коммунизм приблизительно примерно равно нацизм. И интересно высказал предположение. Он сказал, что если бы Бог дал Сталину прожить еще несколько лет, то Сталин бы наверняка на территории Советского Союза устроил в ближайшие годы своего правления, которые могли бы последовать за датой его смерти, устроил бы холокост против евреев. Как вы считаете, имеет ли такая точка зрения право на жизнь, которую сегодня высказала Айдер Муждабаев? Нет, не имеет. То есть вы думаете, что Сталин не был на это способен? Или ему не нужно это было? Нет. Потому что если бы Сталин прожил еще два месяца или один месяц, то евреев бы уничтожили. Уже были заготовлены товарные поезда. Мои родители лично уже были готовы. Моя мама сказала, что мне было обидно. Я только начал встречаться с парнем, который мне понравился. Я понимал, что мы живем в разных местах. Нас разошлют в разные районы. И кто из нас доедет туда, кто не доедет. Это все евреи прекрасно понимали. Поэтому это оставалось до этого где-то месяц или два. Это уже был процесс врачей заканчивался. Не могу понять. Я не согласен, потому что он сказал или год, или два. А, ну понятно. То есть в принципе в теоретических соображениях вы... Поэтому когда... Ну да. Может быть я неправильно выразился. Поэтому когда многие говорят и меня обвиняют в том, что я предатель и измен... Ну люди знают, что меня больше всего коробит. Что, мол, советские... Ну сейчас уже отпускают советские. Что российские войска освободили Освенцам и спасли евреев. Нет. Это неправда. Это тоже неправда. Не только потому, что там Россия, это советские солдаты. Потому что не было... Даже у американцев, ни у одной страны, ни у союзников, ни у кого не было в планах спасать евреев. Не было. И Сталин их тоже не спасал. Было в планах вести войну. А не было генерала, не было задачи такой спасать евреев от этого. Просто они занимали соответствующие территории. И Аушвиц вошел в эту зону. И это был побочный эффект войны. Побочный эффект войны было, что евреев спасли. Ну остатки евреев спасли. Хотя и в Польше, и здесь, и во многих других странах еще после войны продолжались погромы на евреев. Потому что они возвращались, никто их не ждал. А уже у меня есть такая история. Когда вот в Польше я служил 4 года. Поляки прекрасные люди. Современные, образованные. И там очень часто было такое, что когда евреев забирали, они прекрасно знали, что их всех убьют. И те, и другие. Все понимали это. Не было дураков. Они говорили, ну девочка, голубенькие глазки, блондиночка, давайте оставьте ее нам. А потом думали, ну вот квартира, что она пустая. Ждовская квартира, мебель, что я в подвале кручусь. И заселялись в эту квартиру. Вырастили эту девочку как свою. Любили ее. Образование давали. А тут они и вернулись, некоторые из них. Их не ожидали никто обратно. И теперь они говорят, это моя квартира. Это моя девочка. Эти поляки, конечно, против них восстали. Как? Зачем? И вот это началось. Кто виноват в этой жизни? Кто? Кого винить? Часто очень винили ни немцев, ни фашистов, ни эссоциалистов, ни Гитлера. Не коллаборантов. Винили этих евреев. Ну чего вы вернулись? Вот так устроена жизнь человеческая и мучение. Поэтому я думаю, что наоборот, Сталин закончил бы, если бы он прожил еще чуть-чуть дольше, он бы закончил, что начал Гитлер по еврейскому вопросу. Абсолютно бы закончил. Просто повезло, что он умер на пару месяцев раньше, чем это должно было случиться. Но Берия был уже более человек с мозгами, а не маньяк такой. Поэтому он отменил многие вещи. Его испугались другие. И его убили тоже все равно. В таком случае в продолжении напрашивается следующий вопрос. Ну понятно, с Гитлером там все ясно. Там идеологические расхождения. Там арийская теория превосходства. Там, понятно, были мотивы. В принципе, они ясны. Это нацизм. Но в случае со Сталином, что им двигало? Откуда такие дикие стремления? А нет, то же самое. Тут просто российские такие... Почему не таджики-то? Я не знаю. А здесь... В Германии Гитлер считал нациями не арийского происхождения. Две, по сути. Это евреев и цыган. И с цыганами, наверное, еще более жестко обошлись. Вокруг других не было. Которые из каких-то других регионов пришли. Не вокруг Германии. Которые, ну вот как голландцы или датчане, они их своими считали. Не свои были только те, кто жили в Германии. Это две категории. Но в СССР хватало всяких, извините за выражение, таджиков, туркменов и прочих узбеков, например. Я, кстати, из Узбекистана. Ну, правильно. Да, но... Почему такая вот именно избирательная позиция у Иосифа? Потому что у Гитлера и гитлеровская вот эта расовая идеология, она была расовой. Это различалось на рас. Или там, как в Америке, были там черные рабы, а белые. Различалось по расам. Это было очень легко сделать по-разам. А у Сталина это различалось по категориям людей, которые можно управлять и которыми нельзя управлять. Вот цыганами практически невозможно управлять. Они очень-таки... Асоциальные. Разбегаются. Да, асоциальные разбегаются. Не поймешь, где они, что они, чего они делают. Но, с другой стороны, чуть легче, потому что они не образованные в основном. А евреи тоже опасные. Они образованные. И имя тоже сложно управлять, но по другим причинам противоположным. Ну, по другим, да. По другим причинам. Поэтому Сталин избавлялся в основном от тех меньшинств, которые были опасные. Опасные. Чеченцы, они опасные, да? Мы же знаем, что чеченцы... Крымские татары. ...опасные. Крымские татары вообще очень опасные. Они же вообще все время в драке участвуют. Привет, Айдырух, кстати. Там чеченцы, рожденные воины, да? А евреи, то они, блин, грамотные. Они же все вычитывают, вынюхивают, блин. И они знают, как обойти. Они тебя подставят моментально. Да? Поэтому он от них избавлялся. Это другое было понятие. Не расовое оно было, а уровень развития человека. Или его статус в обществе. И если оно угрожало его идее советской власти, а она была, конечно, искаженная, больная, как и у Гитлера, то он просто истреблял этих людей. Вот и все. И евреи оказались у него тоже. Понимаешь, когда убили всех, кто умел писать, читать, и все. Ну, страной-то управлять Ленин понял-то надо. Ему она вообще как снег на голову свалилась. Он 17 лет в Швейцарии прожил. Он уже был нерусский. Он не понимал, что происходит. Он приехал, ему ба-бах, такая страна свалилась ему нагло. А управлять некому. Неграмотный народ. Не знают ни писать, ни читать. Только одна вот такая раса, такая группа небольшая людей, которая умела писать, читать и имела образование. И вот он их начал ставить на все эти. А они, конечно, с яростью вошли в эту борьбу за равноправие, хлеб крестьянам, заводы рабочим. А потом Сталин осознал, что эти опасные, они же тоже опасные теперь для него. Надо от них избавляться. Это теорий разных много. То же самое и сегодня у нас в стране происходит с Трампом. Это очень похоже, где социалисты пытаются избавиться от вот этой грамотной части людей, рабочей части людей, работяг. Да, Гарри, такое впечатление, что мы с вами сидим где-то на веранде за рюмочкой хорошего бренди и совсем забыли про наших зрителей. Поэтому я предлагаю все-таки вернуться к самому главному врачу, ради чего мы здесь собрались у этих экранов и наших девайсов. И все-таки давайте почитаем чат. И, кстати, вот на историческую тему, наверное, пора заканчивать. Но, тем не менее, я не знаю, я вот сомневаюсь читать эту шутку. Ну, в принципе, и хорошо написано, но тема какая-то не очень уместная для шуток. Но я прочитаю. Иван Хорошилов пишет, а вы знаете, что Освенцим все-таки освободил Путин. Действительно, судя по последним сообщениям российских СМИ, все идет к этому. И, наверное, российские школьники лет через 20, наверное, будут уже без всяких шуток думать именно так и никак иначе. А если будут думать иначе, то в лучшем случае эмиграция в худшем гулах. Давайте стричим. Я думаю, что на Рейхстаге уже написано «В.В. Путин 1945». На деревянном, который сожгли. Нет, нет, я думаю, что на настоящем уже настоящем. Я думаю, во-первых, генерал Фельдмашал Паулс уже опять сдал Сталинград. В какой-то уже 14-й раз он уже сдался под Сталинградом, свою армию сдал. Рейхстаг я не знаю уже сколько раз брали. Ну и, конечно же, конечно же, Путин где-то на танке, он въедет победителям. Да, тогда следующий вопрос. И он как раз касается той темы, с которой мы и начинали сегодняшнюю передачу. Потом немножко углубились в исторические нюансы. Но я считаю, что всколыхнуть в памяти и вспомнить историю всегда полезно. И историю нужно изучать, внимательно вчитываться, внимательно разбираться в этих вопросах, а не учить, как, например, в школе, просто читая. Ладно, бог с них с истории. Следующий комментарий о той же теме. О теме вот этих загадочных слухов по поводу якобы болезни Путина. Микола Царьков пишет. А как вы думаете, Гарри, имеет ли право на жизнь теория, что Путин сам инсценирует свою смерть в ближайшем будущем, чтобы... Ну, я так понимаю, тут не написано, но я додумаю за уважаемого Миколу, чтобы, наверное, сохранить свои богатства во время их перепрятов, сделать пластическую операцию, избежать ответственности. Да, мы понимаем, что ему очень повезет, если у него будет пожизненное, а не что-то более веселое. И уйти, в конце концов, на какой-нибудь ваш американский гавайский островок, там с этими скобаевыми и прочими наядами, и каких-то гуриями, да? Как вы считаете, Гарри? Да, я не считаю, что это возможно по нескольким причинам. Нет, теория, конечно, может такая быть. Но в реальности я не думаю, что это возможно с сегодняшними технологиями. Он не сможет изменить ретину своих глаз, он не сможет изменить свой ДНК, или, может, я чего-то не знаю в сегодняшних науках. Но на сегодняшний день наука и технологии настолько прогрессивны, что человеку спрятаться сегодня практически невозможно. А спрятать такие деньги, как у него, тоже невозможно. Это одно из моих мнений. А другое мое мнение, он не будет этого делать. Человек не может изменить то, что у него вот здесь. Никакая операция, никакая химиотерапия это не изменит, потому что он просто... Власть это отрава, это наркотик, это отрава. Столько власти, сколько у него, и так долго он просто от нее отказаться не сможет. Ни за какие деньги. Тут уже вопрос не в деньгах, тут во власти. Тут в болезни. Он глубоко-глубоко больной человек. В принципе, с человеческой точки зрения, не с военной, военный человек, но с человеческой точки зрения, мне его жалко. Мне его жаль, потому что я понимаю, что этот человек находится в агоне и в муках постоянных. В страхе в постоянном. Как вы думаете, какие у него муки сильнее? Если он, допустим, болен, у него физические муки сильнее, либо моральные? Хотя мы не можем, наверное, на этот вопрос ответить. Моральных у него нет. Он психопат, у него нет моральной. Все, что он не делает, он делает для Родины. Все, что он не делает, он делает для народа. Все, что он себя отдает этому. А враги кругом же, кругом враги. И он окруженными, он доверить никому не может. Особенно он несет вот эту огромную ответственность за весь мир. За весь русский мир, за весь еврейский мир, за весь украинский мир. Это, ну, я не знаю, как это передать. Потому что это, наверное, надо говорить с психиатром. Даже не с психологом, а с психиатром. Это человек, я уверен, если бы мы могли найти наши... Вы знаете, там в ЦРУ же сидят врачи. Они когда смотрят там за поведением, за тем, за другим. Психологи, они оценивают разных людоедов и разных лидеров по миру. И потом создают портрет такой. ФБР у нас это делает по убийцам сериями. Поэтому я думаю, что было бы интересно посмотреть на его портрет. Потому что это, я уверен, что это портрет глубоко больного человека. Ну, я надеюсь, мы когда-нибудь посмотрим, может быть, хотя бы на посмертный портрет или маску. Но, да, дай бог, чтобы скорее... Ну, вот, я опять же, я не психолог. Но иногда я наблюдаю, как он себя ведет там по телевизору. Опять же, у меня такое впечатление, что он не спит. Что у него сна нет. Если было видно по Брежневу, что он одурманенный какой-то ходит, потому что он глотал таблетки, чтобы спать. А Ельцин явно размазывал слова, как пьяный человек. То этот вот такой бессонница. Он такой, он измучен, мучается бессонницей. И ему ничего не помогает. Да, диктатор, измученный Нарзаном. Скажите, пожалуйста, Гарри, мы возвращаемся к вопросам читателей. А перед этим я, конечно, хочу... Уважаемые зрители, я хочу вам напомнить, что вы просто-напросто можете задавать свои вопросы в чате трансляции. Мы постараемся ответить на максимальное количество. Пока не устанем. Но обязательно ответим на вопросы по первой ссылке в описании. Это наш святой долг перед нашим каналом. Скажите, пожалуйста, Гарри, вопрос задает наш зритель, которого зовут Денис Рашин. И он, конечно, перекликается и с моим вопросом, который я тоже хотел задать. Он спрашивает, возможно ли, по вашему мнению, акт агрессии Путлера силовым методом против Беларуси, стран Балтии в ближайшее время. Ну, сюда, конечно, стоит добавить еще и Украину, хоть она и окрепла, но это почему меня это интересует. Я слышу в последнее время много разговоров. Много разговоров, например, как от такого аналитика, как Валерий Соловей. И люди абсолютно уверены, что примерно в апреле Путин пойдет войной на, чуть ли не на страны НАТО, ну и, само собой, конечно, попытается оккупировать чуть ли не всю Украину и Беларусь. Но в этом смысле, конечно, они утверждают, что Путин сейчас силен, как никогда, НАТО все раздроблено, у Трампа выборы, у Меркели и Макрон куплены, и бедной Балтии никто не поможет. И именно это все нужно сделать срочно до Парада Победы, к 75-летию, чтобы на Параде Победы уже полновластный император всей Российской империи стоял со всеми своими улусами, в том числе и малороссийскими, и белороссийскими, и со всеми там лифлянскими. Вот такая вот теория почему-то активно муссируется, и у меня, конечно же, к вам два вопроса. Во-первых, откуда эта теория вдруг взялась, потому что я считаю это абсолютнейшим бредом, и во-вторых, ну все, что я перечислил, все по пунктам, не исключая ни одного. И во-вторых, ну конечно, я просто обязан спросить ваше мнение о вероятности развития таких событий аккурат к Параду Победы в апреле. И кстати, как аргумент говорится, что вот учения НАТО пройдут якобы, чтобы противостоять этой угрозе. Ну ожидается, по-моему, 15 апреля учения НАТО в Европе, и так далее, и так далее, и так далее. Пожалуйста, извините за болтовню. Не-не-не, все здоровски. Я просто не хочу повторяться, я не экспорт, я не аналитик, от какого бы слова это ни происходило анализ. Ну чуйка, чуйка же есть. Я абсолютно простой человек, я простой такой, я знаю, что моя внешность обманчива, люди думают, что я интеллектуал, но я скажу, что меня вооруженные силы брали по здоровью, а теперь требовать с меня как сумного просто. Но я знаю одно, что все эти аналитики, все эти экспорты, все эти политологи, философы, у них, видимо, так мозг устроен не как у меня, и они могут теорию выстраивать, предполагать, предсказывать, предвидеть, доказывать, что это так будет. Потом до точности все наоборот, они говорят, ну это не так, это потому что вот так, а я говорил так. И если бы они были артиллеристами, допустим, и вот все время мазали и стреляли по своим, как людям чести им бы надо было застрелиться как минимум за это. Но они не люди чести, они политологи, они экспорты, сами себя развав экспортами, назначив себя экспортами. Поэтому мне очень сложно с ними, я все время говорю, давайте со мной, я с любым этим экспортом бы с удовольствием поговорил, но они не идут ни к тебе, ни ко мне, никто со мной не хочет обсуждать. Я могу только исходить из каких-то фактов, из каких-то исторических опыта, что было. Путин ни на кого вот так в лобовую не нападал. Поэтому я не вижу варианта, чтобы он это так сделал. Он ослаб экономически. Сейчас даже уже... Опять же Кузя сгорел. Как в Балтийское море что водить собирается? Да. Кроме своего достоинства. Это все устарелое. На одном вот этом за родину за Сталина уже не прокатит в атаку вперед. Ну, если даже и прокатит, то, понимаешь, даже вы в 2014 году, ну, совершенно не имея никаких вооруженных сил, отбили их на храп. Вот этот военный танками и БТРами и диверсантами. Поэтому я не думаю, что он... Даже с Грузией они не смогли справиться просто так. Вот так, чтобы он зашел в лобовую, он не заходит. Он идет и устраивает захват, устраивает этот русский мир. Как в Одессе это было, как в других городах было. Какая-то группа любви захватывает. Загребает уголь чужими руками у основного местного населения. Осетинов, абхазов, обманутых жителей Восточной Украины и Крыма и так далее. И когда видишь, что уже можно завести своего, их там нет, а он его туда внедряет. Когда уже видишь, что горы трупов назад не поедут. Поэтому в лобовую он не пойдет. Он понимает, насколько он изолирован. Насчет Трампа, Меркель и нахо. Просто уже... Я понимаю, что это важные люди. Я понимаю, что они тоже все в разнобой с друг другом не во всем согласны. Но в этих странах уже есть система, которая не совсем рассчитывает на них. Понимает, что он может сойти с ума, Меркель. Что Макрон может повеситься. Что Трамп может уйти в Тайбет и только молиться. Поэтому есть Конгрессы, есть Сенаты, есть система, которая управляет страной помимо одного Путина. Путин, да, он один управляет страной. Но во всех этих цивилизованных странах, включая вашу страну, один человек ей не управляет. Это целая система, это целая схема. Поэтому даже если что-то с ними будет, даже если они что-то мешат, даже если они в разнобой, когда надо, они договорятся. И слава богу, Владимир Владимирович Путин, что он создал, он сплотил НАТО. У НАТО теперь есть миссия, у НАТО есть враг, они подготавливаются, они платят за это. Проходят теперь учения из Белоруссии, американские учения. Батька уже тоже понимает, что есть еще диктаторы помимо него, и эти диктаторы могут правда чокнутые. И могут что-то натворить у него. Поэтому Батька тоже уже начинает себя вести более цивилизованно. Понимаешь? И в этом случае я не думаю, что у Путина есть шанс на это. Даже если он куда-то рыпнется или что-то сделает, это уже не 2014 год. И это точно не 2008 год. Но ожидать от него можно все. Поэтому нужно быть готовым к Пу, потому что опять же человек не уверен в себе. Ну опять, ну слушай, ну понятное дело, что у него есть проблемы с этим. Он маленького роста, он дослужился только до подполковника. Это очень унизительно, когда ты подполковником все время, понимаешь? И он нигде не сделал карьеру такую уж хорошую. Волосы у него редкие. Глаза у него косые. Ну проблемы у человека с детства его мудохали реально. И от него, конечно, можно ожидать все, что угодно. А здесь у него столько власти и столько сил. Поэтому к этому надо быть тоже готовым. Но все равно я как бы верю, что в России есть какие-то силы, какие-то разумы даже... Которые хотят жить. У этих пьяных генералов, которые хотят... У которых здесь бабки у нас в Америке. У них там деньги, у них родственники. У них вложения, у них инвестиции. И да, они там кричат и бьют себя, и тельник разрывают на груди. Но это богазуха. Реально они умирать не хотят. Да, к сожалению, неизвестно, что придет в эту накачанную ядовитым ботоксом голову. Если это можно назвать головой уже. Я боюсь, что это уже не очень похоже на человеческую голову. Это похоже на какую-то папье-маше. Под своими словами. Нет, это похоже на жопу уже с ушами. Ну я не могу так культурно выражаться, как Гарри. Поэтому полностью принимаю такое определение. Я из очень интеллигентной семьи. У меня есть семья врачей, профессор. Да, это заметно. Да, это заметно. Я хочу ответить на вопрос нашего постоянного зрителя Серика Астана. Это парень из Казахстана. Он спрашивает, Василий, здоров. Будет ли у вас ролик про калмыцкий скандал какой-то? Серик, напишите нам на почту subi.news.gmail.com. Я не знаю про скандал у калмыков. Если это действительно важно, то, конечно, мы сделаем передачу. И я хотел бы в продолжение темы, о которой мы только что говорили с вами, Гарри, задать следующий вопрос. Если все-таки действительно ботокс перетечет в мозг, крышу снесет окончательно и начнется какая-нибудь атака танковых колонн на Каунас, хватит ли сил, смелости у мистера Трампа дать здорово по этому чердаку, чтобы весь ботокс разлетелся по ближайшей розовой стенке? Как вы считаете? Ну, Трамп, во-первых, я хочу сказать, что люди не паниковали. О, сейчас Трампа уже импичмента у него нет, он набрал много сил, он будет... И вот сейчас, сейчас он своего близкого друга Путина прижмет к своей груди и будет его спасать, и будет ему давать, откроет ему зеленый свет, да, что он может творить все. Этого не будет, поверьте мне, этого не будет, потому что, опять же, никогда Трамп хорошо не относился к Путину, я думаю, что у него, наоборот, отвращение к нему, просто у Трампа есть такое поведение, и все, что он не делает Трамп, это все оборачивается против Путина, против России, против Ирана, и уже даже наши демократы замолчали про это, они уже понимают, что это такой у него стиль и такая стратегия. И я думаю, что, наоборот, когда сейчас, дай бог, он выиграет выборы, сильно изменится ситуация, он будет намного жестче с Россией. Но, с другой стороны, я тебе скажу такую вещь, я не думаю, что даже если, даже если, если не фактически, вот мы так фантазируем с тобой, вы все-таки хотите, чтобы я фантазировал, если даже русские танки пойдут на Прибалтику, или пойдут в Польшу, или пойдут еще в какую-то страну, танки не играют никакой роли больше. У этих стран, у натовских стран уже есть Апачи, есть атакующие вертолеты, есть беспилотники, которые эти колонны танков сожгут в течение 20 минут. Я не помню, сколько, по-моему, больше 500 танков или 700 танков Ирака мы сожгли двумя вертолетами за полчаса. Сегодня воины так не воюются. Это КГБшное мышление. Он не ходит в лобовую атаку. Это не в его стиле. Он создаст смуту где-то. Он туда закинет много денег, приедут патриоты, и начнется восстание, и начнется. Он воюет другим способом. Он хочет, чтобы демократическая партия и республиканская партия передрались до такой степени, чтобы Америка развалилась. Он хочет, чтобы Зеленский и Порошенко, сторонники Порошенко и сторонники Зеленского друг друга били на улице и сжигали друг друга дома. Он хочет, чтобы Лапен и Макрон, сторонники Макрона, сожгли Париж и разрушили Эфелевую башню. Вот таким способом он воюет. Поэтому все люди, которые в Фейсбуках, вот эти воины фейсбучные, люди, которые особенно журналисты или так называемые журналисты, вот эти комментаторы, то ли они проплачены, то ли я не знаю от чего, но они разжигают ненависть внутри своей страны между двумя, тремя или четырьмя группами людей, чтобы они передрались. И единственное, кто аплодирует им и этому радуется, это Путин. Вот так он выигрывает свои победы. В лобовую пацан не ходит. Не ходит он. В лобовую он ходит вот... Ну, кто чему учился. Он делает провокации, он делает шантаж, забрасывает дезинформацию. Это его стихия. Точно так же, допустим, как Трамп понимает, что он экономически будет кого-то душить. Он понимает, как он Китай поставит на место экономически. Китай уже, знаете, как он Мексику поставит экономическую. Канаду. Как он все эти договоры теперь пересмотрит, переделает. Это его поле боя. Точно так же, как у Путина, это вот это КГБшное поле боя. И его окружение такое же. Они так и ведут себя, собой. Уважаемые зрители, нас сейчас одновременно в эфире смотрят 4 тысячи человек. Но отметок нравится, к сожалению, в целых 5 раз меньше. Поэтому давайте поднажмем, не стесняемся. Это просто удар мышкой в нужную точку. Скажите, пожалуйста, Гарри, мы по предыдущей теме, в принципе, все ясно. А там, Василий, а там есть мышка, которая говорит, что не нравится. Может быть, там не нравится. Да, я о ней упоминал вначале, но из своей природной скромности я не стал лишний раз просить наших зрителей делать какое-то усилие. Поэтому достаточно просто нажать нравится. Не нравится, это уже не обязательно. Но при желании, пожалуйста. Кстати, 37 таких уникальных наших уважаемых друзей нашлось. Спасибо вам, друзья. Я хотел бы завершить эту тему, которую мы подняли после удивительных прогнозов уважаемого аналитика Соловья. Дай Бог ему здоровья. Кстати, друзья, этот человек собирается в Киев 22 февраля. У него будет лекция или дискуссия с одним из украинских деятелей. Но я думаю, что есть такое какое-то подозрение, что ему тяжело будет пересечь украинскую границу после его слов, что аннексия Крыма – это историческая справедливость и что Крым никогда не вернется в Украину. Я это видео несколько раз показывал в наших передачах. Кто хочет, его может легко найти, либо написать на почту. Я его дам ссылочку. Интересно. Кстати, я тоже хочу извиниться. Я хочу извиниться перед нашими тоже зрителями, потому что в прошлый раз мы с тобой говорили. Я восхищался Евгением Понасенковым, потому что я с ним был согласен во всем, в принципе, что он говорил и о Трампе, и как он говорит о России, и все. Но я никогда не слышал, что он говорит о Украине. Когда, Василий, ты мне показал, что он говорит о Украине, я... Называй вещи своими именами. Да, да, ты... Настучал до Понасенкова. Да, я с ним... Так ему и нет. Я его вычеркнул из авторитетов. Потому что я абсолютно не согласен даже с такой манерой разговора о вашем президенте и о украинском народе. Это неправильно. Совершенно неправильно. Да. Ну, по поводу Соловья, друзья, запасаемся попкорном. 22 февраля, если он, конечно, поедет. Я что-то в этом сомневаюсь, что он выйдет вообще. Будет весело. Очень хочется, чтобы он поехал. Давайте посмотрим. Следим. 22 февраля. Давай с ним баттл. Баттл устроим с ним. Ну, нет. Я не люблю приглашать подонков к себе на канал. Уважаемые друзья, следующую тему, которую хотели бы мы безусловно обсудить, это нельзя Гарри отпускать из эфира, если он не выскажет мнение свое на эту ситуацию. Гарри, ваш президент, президент Америки Трамп, выдвинул идею сделки ВИК. Израиль получает Уриусалим, Трамп получает, естественно, очередные бонусы на выборах, потому что по какой-то странной традиции еврейское население Америки почему-то традиционно голосует за демократов. Безусловно, если сделка выгорит, то эта тенденция может явно сломаться. Палестина получает какие-то инвестиции, возможно, какие-то другие бонусы. Я, конечно, сомневаюсь, что она получит, палестинцы получат без виз в США, например, со своими привычками запускать ракеты по Израилю. Не знаю. Ваш взгляд на это все. Во-первых, на инициативу мистера Трампа. Во-вторых, как вы думаете, выгорит это или нет? И действительно, кто что получит, пожалуйста. Может быть, я неправильно распределил козырные карты. Вкратце я хочу сказать, что традиционно еврейское население в Соединенных Штатах Америки – это демократическое. Но на сегодняшний день очень много евреев. Потому что евреи – это тоже понятие такое, кто еврей, кто не еврей. Это еще надо разобраться. Но ортодоксальные евреи, которые соблюдают шаббат, ходят в синагогу, и религиозные, не писатые, как мы называем, а обыкновенные, цивильные, но верующие люди, они переходят больше теперь уже в республиканскую партию, и они уже за Трампа. А вот евреи такие либерально настроенные, которые профессора в университетах, кинозвезды, люди, которые не в бизнесе и не в науке, а вот в либеральных этих сферах, журналисты, они, конечно, очень либерально настроены. Но с другой стороны, например, я их не считаю евреями. Это социалисты. Они ближе к коммунистам, у них религии или отношения. Да, может быть, этнически они там генетически когда-то были. Но это мы тогда обезьян можем. Если я правильно понимаю, евреи – это прежде всего религиозное понятие, если я не ошибаюсь. Ну, у кого как, почему? Есть и культура, и у евреев есть культура. Да, есть, знаешь, там нет христианской музыки или христианской еды, да, а у евреев есть еврейская еда, еврейская музыка, есть культура какая-то. Там есть эта культура, этничество, генетика или это религия – это вечный спор между людьми, между самими евреями. Есть супер-лелигиозные евреи, есть очень левые, либеральные евреи. Но в сегодняшний день больше и больше евреев, конечно, переходит. Извините, я здесь сделаю небольшую ремарку. Есть у некоторой категории, у долбанутой категории русских, как они называют себя, националистов, есть, наверное, привычка, и они, наверное, переняли действительно этот метод определения. У них, у этой категории русские – это те, кто православные. Тут, наверное, пример взяли с иудейской традицией, где-то, кажется. Ну, я не знаю, потому что в этом районе все, вот до революции ведь национальности не было. То есть, получается, греки – русские, болгары – русские, все русские. Ну, я не знаю, в империи, в Российской империи писалось иудей в паспорте православный, католик или мусульманин. И у каждого имел какие-то права, а каких-то прав не имел. Допустим, православные имели больше всего права, а евреи имели меньше всего права. И чтобы тебе получить права учиться в университете или быть офицером в армии, или служить на какой-то службе, или жить за чертой оседлости, все, что ты должен был сделать – принять православие. И все, больше ничего не надо было. Это очень просто. Но это как-то перешло на советскую, там уже было жестче это все. Но дело не в этом. Мы вернемся к нашему президенту. Поэтому на сегодняшний день все больше и больше переходит евреев. Палестина в этом отношении получает очень много в этом договоре, что Кушнер создал. С командой это забрало три года, это забрало долгое время. Со многими арабскими странами это было обсуждено. Я не буду сейчас в детали вдаваться, потому что нашим слушателям, наверное, это неинтересно. И это очень долго и нудно. Но две части палестинцев соединяются. У них будет туннель между собой. В Иорданию у них не будет никакого границы. Они могут в Иорданию заходить и выходить как хотят. С Египтом у них будет граница. И вот такие вещи. Но Иерусалим принадлежит Израилю. И вот вам две страны. Палестина новая и Палестина старая. Но они отказываются от этого. Хотя, допустим, Египет, Саудовская Аравия, Арабские Эмираты считают, что это хорошая сделка. Но остальные арабы, конечно, подыгрывают под это, потому что они традиционно не хотят показаться слабыми перед другими арабами. И палестинцы отказались от этого. Палестинцы отказались от этого, потому что они не хотят своей страны. Она им не нужна. И больше всего придется работать. Им придется платить налоги. Им придется жить за свой счет. За все эти годы Объединенной Нацией и весь мир из этих людей сделал беспомощных людей, у которых нет ни образования, ни желания работать, ничего. Они только могут жить с подачек. Они только могут жить, чтобы им кто-то что-то давал. И это уже вошло в обязанности. Им обязаны что-то давать. Поэтому им свое государство абсолютно не нужно. Их верхушки нужно воровать деньги, которые весь мир им присылает. Ты знаешь, сколько им денег присылает? Если бы Украине давали столько денег, тут уже бы все жили, как самые богатые люди. У всех бы все было. Нет, они бы взяли деньги и уехали в Польшу, наверное. Или бы уехали, но я не думаю, потому что не уехали. Здесь тебе бесплатно ночами бы еще шили чуть-чуть. Поэтому им это невыгодно и они этого не хотят. Но теперь другая сторона. Теперь Трамп говорит, ах, вы не хотите? Тогда вы ничего получать не будете. Живите, как хотите. И все. Мы не будем вам давать денег. Мы не будем вам ни в чем помогать. И вот он мы на ваше существование денег тоже не будем давать. Или делайте, как мы предлагаем. Или не живите за наш счет, а живите за свой счет. Ну и, конечно, у нас здесь тоже это такая антитрамповская началась движение, что он бросает, кидает бедных, несчастных палестинцев. А он говорит, а я не хочу, чтобы они давать им деньги, посылать им медикаменты, посылать им бетон, чтобы они строили. А они на эти деньги строят туннели и делают ракеты, которые обстреливают Израиль. Он говорит, нет, я не буду этого. Тогда пусть они делают, живут, как они могут жить из той страны, которую мы им даем. Вот и все. Это, наверное, где-то жестко. Но другого выхода я тоже не вижу. Но сегодня у нас в стране, я не знаю, или вы видели, когда Трамп обращался к нации, у нас он сделал очень такое прекрасное обращение к нации. Многие были очень довольны. Но вот демократическая секта сидела и не аплодировала, не вставала. Хотя там у наших погибших солдат, и их семья, и детей, и раненых, и ветеранов, они все время сидели. А в конце Нэнси Полоси, старшая по демократической партии, разорвала его, унизила всех. Это, конечно, огромный раскол в нашем обществе. Ну и сегодня, я еще не смотрел новости, но я думаю, что уже гарантировано полное оправдание импичмента, что это было сделано однопартийно, что это было сделано в целях политических, а не закона. И сегодня Трамп будет полностью оправдан. Но я уверен, что демократическая партия будет продолжать свою охоту на ведьм и придумывать что-то дальше, что, конечно, радует Владимира Владимировича Путина. Я позволю себе зачитать еще несколько вопросов от зрителей. Они носят уже, скажем, менее политический характер. Наверное, их стоит тоже задать. И вопрос к вам, Гарри. И пару вопросов есть о блогерах, которые многие знают здесь присутствующие. Аркадий Северный почему-то считает, я, честно говоря, не слышал об этом, что вы с Сотником больше не дружите и спрашивает, почему. А я думал, что Аркадий Северный умер. Поклонник, наверное, да. Нет, я думаю, что... Умер Вилли Токарев. Это рядом. Вилли Токарев, понятно. И я дружу с Сашей Сотником, я очень его уважаю. Но да, он больше меня не приглашает в свои эфиры. Опять же, я думаю, потому что мы расходимся в мнении о моем президенте Дональде Трампе. То, что он говорит про него, я с ним не согласен. То, что, видимо, я говорю про него, он со мной не согласен. Но я его считаю очень смелым человеком, не трусом. Но почему-то он со мной не хочет обсуждать Трампа и отношение Трампа к Путину, и к России, и отношение Трампа к Украине. И кто такой Трамп. Потому что я всегда готов с любым человеком это обсудить. Многие люди могут не знать, не понимать некоторые вещи. Допустим, наш товарищ с тобой, который на Эхо Москвы иногда выступает. Как его зовут? Я забыл. Там все выступили. Ты мне присылал его. Нет, ну вот ты мне присылал, который хотел со мной выступать у тебя на канале, а потом отказался. Ты имеешь в виду Троицкий, что ли? Троицкий, да. Да, Артемий Троицкий. Ну, он не отказался. Пока, я думаю, что еще занят. Он просто пока не ответил четко на это предложение. Опять же, например, я не буду никого унижать. Я хочу объяснить многие вещи людям. Например, такая вещь. Вот Троицкий. Как его зовут? Артемий Кивович, да. Артемий. Артем. Троицкий, он сказал, что Трамп поддонок. Поддонок, который вообще как земля и выносит. Почему? Потому что он сказал, что он в Иране разбомбит культурные центры. И это военное преступление. И он там разошелся в этом отношении. Я понимаю. Но я также понимаю, если ты говоришь, ты должен хотя бы что-то понимать о теме. И если ты влезаешь не в свою тему, в военную тему. Трамп обращался не к вам. Не к Артему Троицкому. И даже не ко мне. Но если бы вы чуть-чуть сделали какое-то расследование, если вы считаете себя журналистом или даже комментатором, то сделайте какое-то расследование. Не хватайте, не повторяйте, что говорит CNN или New York Times или еще какая-то левацкая коммунистическая советская пропаганда. Потому что, когда я был ребенком, мои родители звонили в Советский Союз и говорили, Манечка, передай Семе сто поцелуев. Сто поцелуев передай ему. Передай ему сто поцелуев. Что они это имели в виду? По сегодняшним российским законам, может быть, они пропагандировали гомосексуализм. Можно их и в этом обвинить. Но мы все прекрасно понимаем, потому что в нашей культуре это означало, передай ему сто долларов. Ну, так как при советской власти нельзя было говорить по телефону это в открытую, были такие коды. Так вот, в Иране ядерную программу и центры, где проходит ядерная программа, называются культурной программой. И центры, где это разводится, ядерное оружие, где испытывается, где изобретается, называются культурными центрами. Культурными историческими центрами. Поэтому Трамп, что он сказал? Он сказал, мы знаем, где у вас ваши культурные исторические центры. Мы их... Такой идиот, что он будет совершать военные преступления. Все прекрасно понимают. Но Тротиков назвал их хуже, чем игиловцы, которые взрывают там все. Зачем это делать, если вы не знаете, о чем вы говорите? И осуждаете человека, который далеко не дурак. И много Трамп такое говорит. И перед тем, как... Звоните мне, я вам помогу, я отвечу вам. Я скажу, почему он это сказал или то сказал. Потому что я слежу за этим. И я понимаю американскую культуру. Я понимаю культуру, где говорят, передай сто поцелуев. Потому что в Америке это бы не поняли. В Японии, я тоже думаю, может быть, не поняли, что такое сто поцелуев передай. Но советский человек точно знает, что такое передай сто поцелуев при советской власти. Поэтому я готов с любым человеком это обсудить. Я считаю, что очень часто на Трампа ведется вот такая охота за ведьмами. И это просто нечестно и непорядочно. Но я готов. Я не буду никого унижать. Я понимаю, что люди часто не понимают. Я хочу объяснить некоторые вещи. Я хочу объяснить, почему Трамп не хочет северного потока. Или почему он назвал Путина хороший парень с красивым торсом. Это не комплименты в нашей культуре. Да, заканчивая тему вопроса про Сашу Сотника, хочется прочитать комментарий еще нашего постоянного зрительницы. Ой, зрителя, извините, не зрителя, а зрительницы. Все правильно. Мари Мэй пишет. Саша Сотник уже ни с кем не хочет общаться. Яковенко плохой. Табах плохой. Все плохие. На форуме Свободной России его тоже все разочаровали. Мягко говоря, очень некрасиво себя так вести. Сам прямо такой святой ангел. Я подтверждаю эти слова. Гарри Табах отлично знает, что на встречу на Субиньюз он тоже отказался, аргументировав это тем, что он не дает интервью, потому что сам журналист. Но это, мягко выражаясь, неправда, поскольку все вы прекрасно можете сами найти несколько интервью различным изданиям, как печатным, так и телевизионным от Саши Сотника. Это неправда. Ну вот, да, политика, к сожалению, имеет такой эффект на основе людей. За последнюю неделю, вот то, что происходит у нас с Трампом и с импичментом, и с его обращением к нации, меня пригласили на «Голос Америки», меня пригласили на «Свободная Европа», как-то так называется. Пригласили еще на один канал, здесь местный, в Украине, и потом отказались. И потом в самый последний момент говорят, ой, у нас тут не то. Почему? Потому что, видимо, потом их редактор смотрит мои видики про Трампа и говорит, нет, не годится, потому что, видите, как односторонне очень часто это работает, а «Голос Америки», «Свободная Европа» и «Радио Европа» финансируются как раз нашим Госдепом. Они должны работать на Трампа, а они все равно вещают против, потому что вот эти левые движения, этот средний слой менеджмента, они настолько антерские, что даже получая от него денег, они все равно вещают против него и никогда не выставят человека, как я, чтобы с ним аргументировать что-то. Хотя я не профессионал, я не журналист, я не политолог или философ какой-то, или профессор чего-то в университете. Гарри, несмотря на то, что за вашу позицию по отношению к президенту США вас никуда не пускают, знайте, что в сети есть одно место, где вас ждут в любое время. Если вам любая важная мысль придет в горло, пожалуйста, пишите, звоните, мы открываем эфир или делаем записи для вас. Я вам это при всем честном, в данный момент более чем 4000-чном народе, я вам это ответственно заявляю. И следующий комментарий хотелось бы зачитать. Так, что тут у нас? Сергей Картышев пишет, спрашивает, знаете ли вы Ростислава Шапошникова? Да, Сергей, мы знаем Ростислава. Мы даже сделали передачу, вы можете найти ее на нашем канале. Мы были втроем вместе с Марком Фейгином, и мы разоблазначали путинского пропагандона Анатолия Шария. Вы можете найти, это была интересная передача. Я потом приглашал еще раз Ростислава, но молодой человек, видимо, занят. Надеемся, что он придет к нам еще раз. Елена Рожковец пишет, это, видимо, мне, да, это мне адресовано такое вежливое и прекрасное послание. Она пишет, Соловей самый информированный политолог в Российской Федерации. К нему нужно, обратите внимание, нужно прислушиваться. Он знает, что говорит. Ведущий из-за личной неприязни к Соловью ведет себя необъективно. Гарри несет полный бред, даже так. И обещает нам дизлайк. Спасибо большое, Елена, за дизлайк. Это именно то, что нам надо. Любая отметка от вас. Друзья, кстати, не забудьте, кто этого не сделал. Это всегда плюс. Спасибо вам. А по поводу моей личной неприязни к Соловью. Да, есть такое дело. У меня есть. Я даже кушать не могу, потому что это человек-подонок, который оправдывает оккупацию и убийство на территории моей страны. Естественно, у любого нормального украинца должна быть неприязнь к людям, которые заявляют, что захваты, убийства и оккупация – это историческая справедливость. Вы знаете, если в Европе такие люди появятся, Европы просто не останется. Там любое место кому-то когда-то принадлежало. Такая каша начнется, что полетят руки, головы и ноги. Вы этого хотите? Это надо быть идиотом, чтобы разделять точку зрения Соловья. Мало того, Крым принадлежит крымским татарам, потому что они дольше всего там жили. Ну уж, во всяком случае, генуэзцы или, например, греки жили дольше, чем российские оккупанты. И, кстати, если вы поедете в Севастополь, вы увидите, чьими именами каких матросов названы улицы в Севастополе. Например, матрос-кошка знаменитый, он из Полтавской губернии. Поэтому давайте не будем нести бред, не зная истории. Извините за столь длинный спич, но я вынужден был ответить на... А когда... Знаешь, Василий, мне нравится, что эти люди прослушали целый час, больше часа моего бреда, и потом пришли только к заключению, что это бред. Вам не кажется, что вы не очень умные люди, потому что вам заняло целый час... Гарри, вы их очаровали, у них просто рука отнялась набрать что-то на клавиатуре, сейчас они пришли к себе и... Вообще-то люди за первые пять минут, понимаете, кто-то несет бред или нет. Я сейчас, может быть, я и слышал соловья, и, может быть, для меня это был бред, и я выключил и дальше не слушал. Поэтому, допустим, у нас есть такой Кедми, Яков Кедми, я где-то две минуты, и вот я его слушаю, и потом выключаю, потому что, ну, все, я уже все понял. Ну, вам заняло больше часа, обратитесь к кому-нибудь, потому что, видимо, как до динозавра, динозавру, знаете, хвост откусили, а он через неделю боль почувствовал, там же и начал орать. Поэтому что-то долго у вас забрало понять, что мы несем бред. Насчет Крыма. А когда Крым был Крымом, да, вот он был Крым, кому он принадлежал? Ну, территориально, наверное, принадлежал Крыму. Я знаю, что я туда ездил, мне там понравилось очень. Я знаю, что там много русских было. Я знаю, что там турок много было, там вообще много туристов было, там все бурляло, там много военных было из разных стран, заезжали все. И потом началось вот это вот. А сейчас кому Крым принадлежит? Вот так, реально, мы же в 21 веке живем, вот айфоны у нас, вот это все у нас. Вот что, чего, кому принадлежит земля. Извините, Гарри, оккупировали, сразу мое мнение, я пока не запутался, а потом вы продолжите, извините. Я считаю, что Крым, как и все люди в Российской Федерации, все территории, это сейчас состояние рабства, и все это принадлежит одному человеку, который завтра может убить любого своего раба. Это мое мнение. Так вот, да, так вот я хотел сказать, что когда Крым был украинским, он принадлежал всем. Все ехали, тратили деньги, экономик работал, люди получали удовольствие, было класс в Крыму. А сейчас кому он принадлежит? Он вам не принадлежит, ребята. Когда вы в Крыму были последний раз россияне, вы что, сейчас туда поедете? Цены в Турцию дешевле, в Египет дешевле ехать, чем туда, и там получите что? Ничего, там нету никаких туристов, никого нет, девчонок красивых тоже, наверное, уже нет. Вот там пьянь солдат матросская шатается, которым там за 60 лет уже отставная. Это что ли теперь кому принадлежит? Вот это вам принадлежит теперь. Взяли и споют, знаете, да, все цивилизованные страны, конечно, из отличного курорта делают военные базы. Вот так сейчас все делают, так поступают. Ну, Северная Корея, мышление Северной Кореи. Давайте ракету туда поставим. Вот идея. Мы уже говорили об одном блогере, который называется журналистом, и еще есть вопрос о другом блогере, от Сергея С. Итак, цитирую Табаху вопрос, почему Юрий с Павлом Дальнобоем раньше был в друзьях, а теперь разошлись. И тут другие люди уточняли, что Павел что-то там отвечал. К сожалению, я не слежу за этой ситуацией. Юрий, если вам есть что ответить, то... Хотя украинцы как раз традиционно были республиканцы. И это понятно. Многие люди попадают в эту пропаганду. И я пытался все время объяснить. И в конце концов Паша со мной согласился, что Трамп проукраинский, а не пророссийский. Мы имели много дискуссий. Нам было интересно, весело. Он очень добрый, хороший парень. Но я придерживал со стороны, что если ты живешь в Америке, кем бы ты ни был, если ты не платишь налоги в Украине, если ты в Украине не живешь, если ты или твои дети не находятся в АТО и не отбивают русских, ты не имеешь морального права. Я не говорю права или закона какого-то. Просто морального, дело чести, вмешиваться во внутреннюю политику. Причем с такой ярости, как делал это Паша. Что вот Зеленский преступник, а Порошенко спаситель Украины. Хочешь это делать, приезжай. А кто с ним был не согласен, тот был предатель, и тот был антиукраинец, и тот был путинец. Да, я извиняюсь перед баллом, но, к сожалению, его многие называют таким словом как парохобот, причем классический. Ну, хорошо, пусть он будет парохобот. И он начал меня обвинять, что я за Путина тогда, если я за Зеленского, хотя я ему говорил, что я не за Зеленского и не за Порошенко, я за Трампа. Трамп мой президент. Я плачу налоги в Америке, как и он. Я воевал за Америку, мои дети воюют за Америку. Он живет в Америке. Наш президент Трамп, мы должны, я ему говорил, мы должны уважать украинский выбор. Украинцы выбрали Порошенко, мы были с тобой за Порошенко, мы его поддерживали. Когда украинцы выбрали себе другого президента, мы за него. Пока они придерживаются демократических ценностей и борются за свободу и независимость. А если ты их призываешь к Майдану, если ты, Паша, призывал к Майдану, к восстанию, к смути очередной в Украине, пока что ты загораешь в Майами и твои дети в безопасности, и ты заработаешь доллары, а призываешь здесь людей к восстанию, я говорю, я с тобой не согласен в этом. Он сильно на меня обиделся, и мы цивилизованно перестали общаться. У нас не было там драки или там какой-то ругань друг на друга, но мы разошлись в этих мнениях. Я посчитал, что это люди, которые не... Да, он переживает за Украину, но до такой степени... Я говорю, если тут будет смута, которую ты призываешь к свержению власти, которую проголосовало огромное количество украинцев, то ты работаешь на Путина, а не я. Ты делаешь для Путина то, что ты хочешь сделать. В этом мы с ним разошлись, и с тех пор мы как бы не общаемся. Но я не люблю... И мне многие говорят, что я топлю за Зеленского. Я не топлю за Зеленского, я уважаю ваш выбор. Может быть, не ваш личный, но вашего народа. Когда я был Порошенко, я уважал Порошенко. Я не отказываюсь ни от каких слов, которые я говорил про Порошенко. Я гость в вашей стране. Я понимаю, что я выгляжу как местный. И я там за то, что Украина, чтобы получила свою независимость, и у нее был высокий уровень жизни. И тут все... Но это выгодно всем, в том числе и США, только, к сожалению, россияне этого не понимают. Да. И я даже не против России. Я против Путина. Но я против его КГБшной власти. Это не моя страна. Мне пофигу, что там творится. Я за Америку. Я за Трампа. Я хочу, чтобы Трамп выиграл. Это мой президент. Можете со мной соглашаться. Может, нет. Но это мой выбор. Но я буду уважать ваш выбор. Да. Пожалуйста, уважайте мой выбор. Когда вы приедете ко мне в страну, в мою страну, пожалуйста, не говорите, что Трамп там идиот, или подонок, или еще что-то. Езжайте к себе, критикуйте своего президента. Я считаю, что это такая этика. Это мое мнение. Я не знаю. Люди могут со мной быть не согласны. Тут нет закона какого-то. Но я хочу сказать, что я офицер. Я человек чести. Я так не могу просто взять и обзывать людей, или обзывать избранного политика, избранного народом. Да, а его избиратели зибилами, как это сейчас принято у некоторых блогеров. Я считаю, что это... Нет, украинские граждане имеют право это делать. Но не я и Паша, или еще какой-то американский гражданин, который сидит в Майами возле компьютера и призывает украинцев к восстанию или к свержению избранными ими власти. Здесь я совершенно не согласен с этим. Я полностью разделяю ваше мнение, Гарри. Да, был президент, который был откровенным преступником. Это Янукович. И, безусловно, он получил свое свержение заслуженно. Но ни Порошенко при всех его недостатках и ошибках, ни Зеленский при всех его недостатках и ошибках не заслуживает оскорблений, не заслуживает призывов к свержению. Ни Порошенко, ни Зеленский, я еще раз подчеркиваю, и не только гражданами иностранных государств, но и гражданами Украины. Для того, чтобы сменить власть, в нормальной стране есть выборы. Если президент не совершал преступления, как Янукович, и если он не согласился уйти добровольно после преступлений, либо пойти под суд. Если он начинает узурпировать власть, народ должен брать в руки оружие, я не стесняюсь. Этих слов это должно быть, на мой взгляд, полное вооружение народа и право народа на вооруженное восстание прописано в Конституции. Если есть какая-то другая сила, то пусть попробует его это оружие отнять. И тогда будет все в порядке. А оскорблять человека, против которого нет естественного народного восстания, это, конечно, на мой взгляд, неправильно. Нужно избирать власть. Особенно если ты это делаешь, находясь в полной безопасности, и твои дети в полной безопасности. Если ты это делаешь. Я считаю, что чести это человеку не придает. Я с тобой абсолютно полностью согласен. И это был гнев народа, свергнуть Януковича. И я уважаю этот выбор вашего народа. Это такой у вас был выбор. И какой бы выбор ни сделали, если он демократический, то, конечно, и ты вот хорошо объяснил, что если демократически не получается, если зумпирует власть, тогда это и конституционно взять оружие и свергнуть эту власть. Ничего тут преступного нет. Это так во многих странах. У нас так было сделано. Мы посчитали, что... Даже в Билле опровощали, что в ООН написано. Да. Народ имеет право сопротивляться узумпации власти. Все верно. Правильно. Мы считали, что король Англии узумпировал, и что он нас использовал, и мы его свергли. Мы отделились с него. И добровольно потом выбрали не американское отдельное королевство, а демократию, республику. Все это сделал народ совершенно верно. И это прекрасный пример, которому, я думаю, достойно следовать. И я в завершение хочу прочитать еще пару комментариев. Они забавные, конечно же, и на хорошей ноте завершить нашу передачу. Павлик Морозов спрашивает меня. Всем добрый вечер. Василий, возможен ли стрим с Татьяной Монтян? Кто не знает, Татьяна Монтян – это полоумная, страшная, сумасшедшая ватница. И, конечно, если я приглашу ее на наш канал, то с каналом случится явно какое-то несчастье, ибо небеса разверзнутся, и твердь земная поглотит Субиньюз, к сожалению. Поэтому я воздержусь от вашего предложения, уважаемые Павлики. Маршал Жуков спрашивает, есть ли здесь… Нет, извините, это был комментарий. Прекрасный комментарий, он поднимет всем настроение. Итак, призыв от Маршала Жукова. Друзья, если здесь есть нормальные люди, то смотрите «Вечер с Владимиром Соловьевым». Там только правду можно услышать, а не эту хрень, которую вы здесь несете. Прежде чем на этой мажорной ноте завершить наш великолепный, как я считаю, стрим с нашим еще более великолепным собеседником, я вас, Гарри, прошу, если я что-то не спросил, если наши зрители что-то не сказали, пожалуйста, вам слово, чем бы вы хотели завести, завершить нашу передачу. И будем откланиваться, пожалуйста. Я хочу тебя поблагодарить за то, что ты меня приглашаешь, за то, что ты мне даешь высказать мое мнение, особенно про моего президента. Это не я, это наши зрители требуют. Я только за, конечно, но основная заслуга у ребят, которые ставят лайки, вам подвинют. Я знаю, что тематика твоего канала – это борьба за свободную Украину. И Америка тут уже, как бы, выборы в Америке – это второстепенные. Но я тебя благодарю, что ты мне даешь высказаться и даешь свою платформу для этого. И я желаю мир дому вашему, мир вашей стране. И чтобы, я понимаю, что многие люди, как думают, что евреи – это один какой-то народ и такой манелитный. И также многие думают, что украинцы – это манелитный какой-то один народ. Но это или русские, или американцы. Это не так. Мы все разные. У нас у всех разные взгляды. У нас у всех разные жизни, веры. Но я желаю, чтобы Украина как раз таким образом и стала вот этой монолитной страной. Что, как ваш президент и говорил на Новый год пожелание, что все украинцы, что все – это одна нация, это одна держава. И я вам желаю того же самого. И тебе лично, Василий. Да, мне тоже хочется пожелать как моему другу Юрию, так и вам всем, уважаемые зрители. Не бойтесь коронавирусов, не болейте. Ешьте здоровую пищу, дышите свежим воздухом, хорошо питайтесь и двигайтесь, 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 дышите воздухом. Не надо болеть. Всем пока, друзья. До свидания. Спасибо. Спасибо.